Доброе утро! О нашем земляке, который жил у нас здесь на Урале, вот о нем снимали этот фильм, и Фортуна как раз играла одну из ролей в этом кино. Кого она играла, на чьей стороне в этом фильме она была? Она была и по ту, и по эту сторону баррикады, снималась и с немецкими солдатами, и с нашими советскими. Так как она у нас подошла, и достаточно была такая крупная и выразительная собака, так что все внимание, так скажем, было приковано к ней. Урал-то еще не участвовал в кинопроцессе? У него сегодня дебют. А, с премьерой. Ну, надо показать небольшой отрывок фильма нашим телезрителям, как раз вот фильма «Восенин». Давайте сделаем это прямо сейчас. Я не знаю, что я работал на паровозе, работал. Оттуда я хорошо побыли. Я любил ее, любил. Я хотела с ними все жить. Скажите, какое образование у Фортуны? Она ведь не специально готовилась к карьере киноартистки. Да, все получилось абсолютно спонтанно. Но, с другой стороны, когда я взяла себе щенка в виде Фортуны, мы начали целенаправленно заниматься общим курсом трассировки защитно-караульной службой. Это собака-компаньон. Также мы прошли отдельный курс собаки-телохранителя. Ну, и сейчас ей 5 лет. Мы ежедневно занимаемся на площадке. И состоим в клубе Екатеринбургско-спортивно-технический центр служебного собаководства при ДОСА в России, куда, собственно, обратилась вся съемочная бригада. Попросила принять участие собак для съемок в фильме. Ну, и, собственно, клуб делегировал меня. Ну, то есть Фортуна такая полноправная, боевая единица, совершенно подготовленная собака. А расскажите об особенностях работы животных на площадке. Какая-то, может быть, специально у вас какой-то курс подготовки, я не знаю, или вам ставит задачу режиссер, и вы конкретно к этой задаче готовитесь. То есть как это происходит? Нам была поставлена конкретно задача, и основное требование – это хорошие, уравновешенные животные, действительно подготовленные, и не было времени на разминку, на какие-то предварительные тренировки. То есть собаки, ну, так скажем, грубо говоря, вышли из машины и сразу пошли на площадку работать. То есть такого, что там 3 минуты, 5 минут, то есть такого не было. А как же привыкание к артисту? Ну, предположим, я снимаюсь в фильме в роли, и моя задача – управлять собакой. Как происходит этот процесс? Как ее ко мне приучают? А за кадром были владельцы, скажем, собак. У нас на съемке было предоставлено 4 немецкие овчарки. Вот, 2 собаки были с племенного питомника Близеншлаг, вот, и 2 собаки вот от Досав России. Ну, собственно, хозяева переодевались, ну, так выводом маленький секрет, то в немецких солдат, то в советских, вот, и за кадром. Ну, еще, кстати… Маячили колбаски. Ну, так скажем, собаки подготовлены на определенные команды, то есть мы подавали команды, собаки начинали гавкать, начинали искать чужих. Вот, самая такая жестокая пасть и самые большие клыки – это были его фортуны, они отдельно были запечатлены в кадре, отдельно потом была серия фотографий именно, что она такая вот якобы страшная собака, вот. Ну, и также на съемки приехал помогать мой отец, вот, ну, настолько он подошел для типажа советского обычного солдата с овчаркой, охраняющего ГУЛАГ, вот, так что он мне тоже снялся в кино. А где съемки проходили? Съемки, значит, они проходили в течение нескольких лет, проходили и в Екатеринбурге, и во Франции, и мы вот, непосредственно мы приняли участие в натурных съемках, которые проходили в Березовском. Мы знаем, что вы даже ездили за наградой вместе с фортуной, ей отдельную какую-то медаль вручили за участие. Да, к сожалению, мы так не принимали, так скажем, участие, мы вот ходили на премьеру, вот, ну, и вот этим всем ограничились. Мы следим за новостями, связанными с фильмом в Афине. У меня, знаете, какой вопрос? А вот сейчас можно вот в такой, ну, такой легкой позе фортуны попросить ее что-нибудь сделать? Да, конечно, давайте попробуем. Давайте. Собственно, один из элементов, который мы сделали на съемках фильма, когда у нас Николай Максимович совершал побег из ГУЛАГа, как у нас фортуна пыталась его догонять, и какая это была реакция. Подождите, вы хотите предложить, например, Саше Тарасову убежать из студии и пустить за ним фортуну? Нет, мы сейчас, значит, к ней пристегнем поводок, подадим определенную команду, это будет команда, там, к примеру, чужой, и вот фортуна, так скажем, в демо-версии на поводке продемонстрирует, как могла бы она это сделать. Тогда давайте сделаем это прямо здесь у нас в студии такого экстремального номера. Я не видела еще никогда, я думаю, зрители и вы тоже будете удивлены, представляя вашему вниманию побег Александра Тарасова из студии Утро ТВ. Ну что, спасибо большое Юлии Курочкиной за то, что я сейчас приму участие в смертельном номере, я буду дразнить, пугать служебную собаку. После этого мне, я уверен, нужен будет небольшой перерыв, коммерческие реклама на областном телевидении, ну а сейчас... Фух! Сужай! Сужай!